Обещанный Неверленд Манга Самое время рассказать вам историю про Юга Человека, который сыграл очень важную сюжетную роль В обещанном Неверленде Как нам всем известно Во втором сезоне Юга не добавили Это связано с тем, что автор посчитал Что в манге очень много сюжетных дыр Таким образом он решил убрать эти дыры И вырезал очень важного для нас персонажа Юга Какую же роль он сыграл в данной истории Я расскажу эту историю для тех, кто не знает, что сделал Юга для обещанного Неверленда Кто просто смотрел второй сезон и в невидении Теперь вы будете знать, почему все фанаты были очень сильно этим разочарованы Это видео для Юга Мы посвятим ему маленький кусочек истории в YouTube Я хочу отметить, что историю про Юга я уже снял Она есть на канале А это история о том, какую роль он сыграл в обещанном Неверленде То есть здесь будет много спойлеров Здесь будет все Вся история Юга, которую он сыграл Именно в сюжете обещанного Неверленда Ну что ж Без как нервы Наши герои приходят на пустыш И находят люк и спускаются туда Беглецы с благодатного дома Застали Юга во время чаепития в комнате Наблюдение убежища Он без особой радости поприветствовал новых детей Дети ошибочно приняли Юга за Ульяма Минерву Но он сразу сказал, что он не Минерва И немного посвятил детей в свое прошлое Юга рассказал, что 13 лет назад Он бежал с подобного благодатного дома фермы Вместе с группой других детей Которые уже давно были мертвы А также потребовал, чтобы дети немедленно покинули убежище И отдали ему ручку Эмма воспротивилась этому Ведь им больше некуда было идти К тому же это убежище и ручка Являлись их единственными зацепками по Ульяму Минерве Поняв, что дети просто так не уйдут Юга схватил Эмму и приставил к ее голове пистолет Пригрозив, что если названные гости не выполняют требования Он пристрелит ее Однако Эмме удалось вырваться из захвата После чего Юга из-за припадка безумия потерял сознание Юга очнулся спустя несколько часов Обнаружив себя привязанным к столу в комнате наблюдения Его невероятно разозлило то, что дети связали его А также съели его печенье Что он оставил специально для чаепития Которое было так грубо прервано Юга начал громко кричать и вырываться Через некоторое время у него получилось разорвать путы и освободиться В комнате наблюдения Юга нашел нож С ним он направился в сторону столовой Откуда доносились детские голоса Надеясь, что в этот раз его угрозы окажутся более убедительными Войдя в столовую Юга обнаружил Эмму, Рея и несколько других детей Юга вновь потребовал их покинуть убежище Но дети, игнорируя его требования Сказали, что он должен проводить их до Золотистого Бруда Юга, взбешенный подобной дерзостью, отказался Однако затем дети констатировали Что он должен проводить их до Золотистого Бруда Иначе они активируют систему самоуничтожения Б-06-32 И все убежище взлетит на воздух Юга был шокирован Таким положением дел Его удивило Тот, что дети неприкрыто угрожали ему Более того, его поразило Насколько эта угроза была сильна И без варианта И что дети пришли к подобному решению Всего за один день Юга, не имея другого выбора Согласился проводить Рея и Эмму до Золотистого Бруда Подчеркнул, что будет лишь везти их И не собирается защищать в пути После согласия Юга Эмма спросила Как его зовут Ведь он так и не называл детям своего имени Юга лишь огрызнулся Сказав, что не собирается Ни называть свое имя Ни запоминать их имена Обозвав Эмму антенной На протяжении следующих нескольких дней Юга готовился к предстоящему погоду А также весьма своеобразно взаимодействовал с детьми Юга придумал большой части беглецов Обидные из веща Таким образом он их называл различными именами Эмма, антенна, рей, сонный циклоп Дон, бобовый стебель и тому подобные А также установил детям правила Пребывания в убежище Не устраивать бардак в комнатах Не попадаться ему на глаза Не лазить где попало Взяв какую-нибудь вещь Возвращать ее на место В случае невыполнения которых Грозился убить их Дети тоже начали адаптироваться к такому соседству Придумал прозвище и для Югу Мистер А также угрожая сломать Некоторые важные для него вещи в убежище Если он будет себя вести скверно по отношению к ним За день до отправления к золотистому пруду Мистер обдумывал последние тонкости похода Стоя в спальне стены Которую разрисовали надписами и именами Что он когда-то сам же и написал К мистеру сзади подкралась Эмма Ей было интересно Что стало с его друзьями С которыми он сбежал Из славного Кокола А также смысл одного Из написанных на стене слов Браконьеры Мистер не желая рассказывать об этом Увельнул от ответа А также сказал Позвать Циклопа И идти следом за ним Он хотел показать им кое-что Дождавшись прихода Рея и Эммы В столовой Мистер вскрыл крышку пианино И ткнул в его механизм Заранее взятым зонтом тростью Спустя секунду Пианино отъехало в сторону Открыв вскрытый за ним проход в оружейную Мистер взяв ружье и несколько магазинов к нему Сказал Эмме и Рею Самим выбрать себе оружие После чего покинул оружейную На следующий день Мистер Рей и Эмма Были готовы к походу Стоя перед выходом из убежища Эмма и Рей Попрощались с остальными детьми Вызвав отвращение мистера Который не желал смотреть на их сантименты После прощания Трое направились к люку Но их остановила Гильда Она сказала, что мистер должен привезти По крайней мере одного из них живых Иначе, если он вернется один Она активирует систему самоуничтожения И взорвет убежище Мистера взбесили слова Гильды Этим условием она расстроила Его первоначальный план По устранению Рея и Эммы Однако он согласился с этим Рассчитывая придумать новый план Во время путешествия Троица быстро преодолела пустыню Окружавшую убежище Теперь перед ними был лес Полный опасной природы И диких демонов По дороге мистер обдумал свой план Учитывая угрозу Гильды Он решил оставить одного из детей умирать После чего вернуться в убежище Со вторым Надеясь, что потеря друга Отобьет у детей желание Искать подсказки во внешнем мире Через несколько часов пути Группа наткнулась на дикого демона Мистер, надеясь, что один из детей будет убит Не стал помогать, лишь пострелил демона Чем разозлил его и привлек внимание Остальной стаи к Рею и Эмме Мистер рассчитывал, что они не смогут справиться с демонами Но к его удивлению детям удалось убить Одноху из людоедов Го, воспользовавшись замешательством стаи Скрыться в гуще леса Следующие несколько дней Прошли относительно спокойно Ночей Мистеру приснился кошмар Навеянный воспоминаниями о всех тех ужасах Что произошло с ним И его друзьями в золотистом пруду Проснувшись, мистер подошел к Эмме и Рею Которые уже бодрствовали и ждали его Чтобы продолжить путь Вечером этого же дня Троица устроилась на последний привал Завтра они должны были оказаться в точке А0863 Мистер надеялся, что к завтрашнему дню Эмма будет уже мертва Он сделал все, чтобы это случилось Но затем Произошло то, что не вдохновило планы мистера Эмма встала напротив него и сказала Что им нужно поговорить перед тем Как они достигнут золотистого пруда Своими словами Эмма начала ворошить Давно похороненными В искалеченном Сознании мистера мысли О том, почему его друзья зашли так далеко Даже понимая, что в конце их может ждать смерть Ради чего он и другие беглецы И славного кокола боролись все это время Почему он до сих пор живет Даже несмотря на утрату близких И что ему И за что нельзя сдаваться И погружаться в пучину отчаяния Ведь его друзья не хотели этого И он тоже этого не хочет Мистеру было тяжело это признать Но слова Эмми Били ему в самое сердце Он вспомнил, ради чего его друзья пожертвовали своими жизнями Чтобы дать ему осуществить их общую мечту Поняв это, мистер также осознал Весь ужас того, что он собирался сделать с Эммой и Реем У золотистого пруда И попытался предупредить Эму об опасности Что ее ждет Но было слишком поздно Эму поймали и утащили мгновенно Ока Рей бросился в ее сторону Но мистер остановил его Они двое отбежали от лагеря И скрылись на ветках деревьев Спасаясь от тех, кто схватил Эму Оказавшись в безопасном месте Мистер рассказал Рею Что Эму схватили браконьеры Которых он же и вывел на след детей Мистер объяснил Что сейчас Эма находится в золотистом пруду Который представляет из себя тайные охотичья угодья Где демоны охотились на людей Мистер был убежден Что Эму уже не спасти И сказал Рею Что они должны вернуться в убежище Пока их не схватили Мистер сказал, что жалеет о содеянном И поклялся Не причинит вреда Рею и остальным беглецам Он должен остановить попытки спасти Эму Однако Рей, не жалея себя бросать свою подругу Начал спорить с мистером И в конечном итоге убедил его отправляться В золотистый пруду Через один день Мистер и Рей смогли проникнуть в золотистый пруд По тайному пути Оказавшись внутри Они услышали звуки идущего боя И поспешили на них Добравшись до места Мистер и Рей Обнаружили Виолетту Она рассказала, что в золотистом пруду Сейчас происходит восстание против демонов Низованное детьми во главе с Лукасом Мистер был шокирован услышанным Восстание организовал Лукас Он понял, что его друг не погиб 13 лет назад И все это время готовился уничтожить угодья Но сейчас мешкать было некогда Мистер осознавал, что для успеха восстания Нужно скорее разобраться с Нусом Что находился на поляне перед ними После чего направиться на помощь Эмми Мистер точным выстрелом Нейтрализовал Обезумевшего Нуса После чего вместе с Реем и Виолеттой Направился на помощь Эмми Которая в этот момент Сражалась с Льюисом На городской площади Мистер вмешался в бой С Льюисом Самый нужный момент Воспользовавшись эффектом неожиданности Мистер сбил с демона его маску Дав детям возможность применить световую гранату И ослепить его В ходе дальнейшего боя Льюису удалось тяжело ранить Эмму Однако он вскоре был повторно Ослеплен и добит шквалом пуль После убийства демонов Мистер, неся на плечах Эмму Встретился с Лукасом В укрытии сопротивления Мистер был очень рад Увидеть своего друга живым И здоровым Но он осознавал Что сейчас не время для сантиментов Им нужно было помочь раненой Эмме Обговорив все условия Мистер покинул золотистый пруд С Эммой на плечах Отправившись по опасному Но короткому пути К Б-06-32 Надеясь как можно быстрее Донести Эмму до убежища И оказать ей надлежащую Медицинскую помощь В Мистер вместе с Эммой Добрался до Б-06-32 За полтора дня Войдя в убежище Мистер прошел мимо шокированных детей В столовую И положил им Эмму на стол Собираясь сделать переливание крови В этот момент в столовую вошла гильда Держа в руках пульт детонации Она потребовала от Мистера ответов Где Рэй и что случилось с Эммой Гильда думая Что Мистер убил их двоих И теперь собрался Расправиться И с детьми в убежище Хотел активировать Систему самоуничтожения Однако услышав от Анны Что Эмма еще жива Она как и несколько Других детей и Мистер Поспешили оказать ей Медицинскую помощь Через 4 недели Эмма вышла из комы И открыла глаза Вокруг нее собрались Все обитатели убежища Они были рады ее пробуждению Радовался и Мистер Но он старался быть не слишком сентиментальным В свойственной, ворчливой манере Сказав Эмме Что ей нужно больше отдыхать Пока она не поправится После слов Мистера Эмма предложила им заново познакомиться Назвала свое имя И попросила представиться Иего Мистер не в силах Больше сдержать радость Радушно улыбнулся Назвал свое настоящее имя Юга И протянул Эмме руку Для рукопожатия После этих событий Юга вместе со всеми Отправился в город Там где жили демоны На них была совершена облава И они убегали Юга вместе со своим другом Лукасом Пытались отвлечь Или задержать Людей, которые напали на них Это был спецназ Для того, чтобы немного дать Больше времени детям Но, к сожалению Конечно, у них получилось Отвести больше времени Для побега детей Во время битвы К сожалению Лукас и Юга Были подстреляны Они шли вместе до конца После чего Юга был убит Последние слова Юга Были такими Плевать С какой высоты Вы на нас смотрите Вашему Тысячелетнему порядку Все равно придет конец Как и этому Прогнившему Насквозь миру Так что Выкусите Вскоре Те детишки Изменят мир И наша смерть Их не остановит Чего Юга крикнул И сказал Что вы умрете Вместе с нами И они взорвали Став Которым находились После этого Я уверен Что память о Юга Никуда не исчезнет Вот и подошла К концу Сюжетная роль Юга Мне кажется Юга Умер достойной Смертью Все же Юга Погиб После его Не добавили В аниме Это было Ужасно роковой ошибкой Автором Мне так кажется Вот и история Закончилась Спасибо за то Что вы выделили Своё время И узнали Историю Юга Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok